мир вам сестры братья приветствую вас на блоге виктора буслава познания познавая бога внутри себя мы все хотим иметь или имеем свой дом и мне погоду так хорошо укрыться и чувствовать себя в безопасности в тепле для такого дома нужен хороший крепкий фундамент согласны вы друзья или можно прожить и в шалаше конечно скажет мужчина может быть но будет ли согласна жена спросите хорошем доме важно очень это хорошая основа крепкий фундамент мы все хотим иметь или имеем свою семью свою жизнь и в плохие трудные времена так хорошо укрыться и чувствовать себя в безопасности в тепле для такой жизни нужен хороший крепкий фундамент согласны или можно прожить и так как придется как получится конечно возможно скажет мужчина но если но будет ли согласна жена спросите счастливой жизни как и в хорошем доме важна крепкая основа крепкий фундамент евангелие от матфея что советует господь давайте посмотрим что на это говорит наш господь иисус христос что он советует и и откроем евангелие от матфея 7 глава стихи с 24 по 29 и так всякого кто слушает слова моисеи и исполняет их уподоблю мужа благоразумному который построил свой дом на камне и пошел дождь и разлились реки и подули ветры и устремились на дом тот и он не упал потому что основан был на камне а всякий кто слушает сии слова мои и не исполняет их уподоблю человеку безрассудному который построил свой дом на песке и пошел дождь и разлились реки и подулись ветры и налегли на дом тот и он упал и было падение его великое и когда иисус окончил слова сии народ удивился учению его ибо он учил их как власть имеющие они как книжники и фарисеи это матфея глава 7 глава с 24 по 29 стих господь говорит кто слушает слова мои и исполняет друзья вы слушаете к слова господа я уверен что да ведь вы любите его исполняете поступаете как вам говорит наш господь я уверен что да потому что любите его вас никто не заставляет слушать и поступать как иисус христос вы это делаете потому что любовь божья наполняет до избытка ваших сердца аминь что значит слушать слова сии в стихе 24 иисус говорит слова говорит слова мои сии слова мои эти можно посмотреть что он говорит дальше но господь сказал и начал это предложение со слова и так этим словом он делает итог предыдущим своим словам а это евангелие от матфея 7 глава стихи с 21 по 23 и здесь написано не всякий говорящий мне господи господи войдет царство небесное но исполняющий волю отца моего небесного многие скажут мне в тот день господи господи не твоего ли имени мы пророчествовали не твоим ли именем бесов изгоняли не твоим ли имени многие чудеса творили и тогда объявлю им я никогда не знал вас отойдите от меня делающее беззаконие и так всякого кто слушает слова мои сии и исполняет их о подоблю мужу благоразумному который построил свой дом на камне евангелие от матфея 7 глава с 21 по 20 по 24 стих в этих стихах господь рассказывает о двух типах людей которые перед ним предстанут и некоторым он скажет очень жалко очень жаль отойдите от меня разница в исполнении воли отца небесного воля и как ее узнать давайте рассмотрим поближе какую какую волю и как ее узнать друзья мои когда вы пришли к богу с искренней в молитве покаяния с верой в то что сделал иисус христос для вас и воскрес бог принял вас очистил вас от грехов и оправдал для себя и исполнил и злил наполнил вас духом святым и с этого момента вы всегда знаете волю отца небесного и всегда ее можете узнать когда возникает такая необходимость волю божью вам откроет дух святой ведь дух святой тоже бог это третья личность бога так ведь когда вы пришли к богу помните у вас сразу помните у вас сразу возникло желание молиться читать библию петь богу помните вспомните друзья мои это все дух святой давал вам желание он также близок вам сейчас как и в момент покаяния просто сядьте успокойтесь и придите к богу в молитве и он будет рядом с вами си с вами сидеть и слушать вас я так от себя знаете друзья когда молитесь закройте глаза успокойтесь и представляйте что сейчас рядом в молитве когда вы молиться рядом с вами ваш господь сидит смотрит на вас и внимательно слушает когда дух ведет вас так вот когда вы слушаете что вам дух святой говорит который сейчас вами и вас и вы выполняете все что он говорит тогда вы предстанете перед господом и вы войдете в царство небесное и тут есть друзья одни одна тонкость бог вас бог вас исполнит духом святым только тогда когда молитва покаяния искренняя если нет то можно просить у бога прощения но не примет эту молитву и духа своего не даст бог знает все наши намерения и сердца друзья мои бог очень очень хорошо знает когда дух святой вам говорит что делать и ведет вас это все довольно просто друзья 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 мои дух святой для этого и пришел к нам сейчас на землю помогать людям вам мне прожить сейчас это время с его помощью он знает что нам и как трудно и когда мы строим нашу жизнь на том что он говорит бог через духа святого то наша жизнь будет подобно дому построенному на камне она с вами господь называет муж благоразумный или женщина благоразумной который строит свой дом жизнь семейный очаг на крепком основании развивайте тесные взаимоотношения с духом святым он ждет вас и хочет участвовать в вашей жизни а сегодня я заканчиваю если вам понравилась запись или вы получили слово откровения духа святого поставьте лайк подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам аминь